Проблемы в доме номер 66 на улице Мусоргского начинаются с прилегающей территории, которую никто не убирает. Но настоящая беда жильцов общежития – это протекающая крыша в одном из подъездов дома. Вода протекла до второго этажа, а на третьем недавно произошел пожар из-за влаги, которая проникла в электрический щиток. Представитель управляющей компании почти не отреагировал на это происшествие. Это у нас было перед Новым годом, загорелся в щитке. Мы позвонили руководителю, который над нашим домом руководит. Он нам на отзывы не откликнулся, и мы вызывали центральные. Центральные пришли, нам все отключили, все. Только он через день к нам пришел, отозвался на наши звонки, сидел двое суток. Без света. Вся секция, вся. Проблема в этом доме происходит уже давно. Несколько раз крыша протекала. Это имело довольно печальные последствия. Несколько лет назад у нас здесь вот на площадке убило током собаку. А в эту же трубу. Жильцы периодически ощущают и на себе удары тока, прикасаясь к раковинам, металлическим дверям, трубам. Кроме того, они боятся пожаров, ведь на пятом этаже электрическая распределительная коробка недавно вовсе взорвалась. У меня квартира 44 квадратных метра. Я за этот месяц заплатила 6300. Я посмотрела за содержание жилья. В этом месяце 840 рублей. За содержание жилья. Вот наше содержание жилья. Дворников у нас нет вообще. Года два уже, наверное, нет. У нас перед этим убирались они, дворники. Я потом с ним разговаривала. Он сказал, что... Дворник сказал, что им не платят зарплату. Я так поняла, за полгода им не заплатили зарплату. И они ушли. На что тратятся деньги жильцов за коммунальные услуги неизвестно. В управляющей компании нет не только дворников, но, видимо, и тех, кто может установить причину протечки. По словам жильцов, представители ООО ЖКХ даже не пытаются это сделать. После того, как в мае прошлого года организация сняла бойлер, нагревающий воду в доме, якобы для ремонта, и не вернула его на место, жильцы подали на управляющую компанию в суд. Потом в июле пошел дождик, и мы пошли к нему говорить, чтобы нам сделали леневку. А он отвечает, вы подали на нас в суд, мы вам делать ничего не будем. Теперь любая проблема жильцов – лишь их забота. Поэтому летом 2019 года они собрали деньги и сделали независимую экспертизу крыши. В результате ее признали аварийной. Но и тут управляющая компания не предприняла никаких действий. А вы сделаете за свой счет, а потом вам все компенсируют из фонда капремонта. Жильцы дома пояснили нам, что за свой счет делают многое. Меняют батареи в доме, шпаклюют стены в подъезде, убирают придомовую территорию. Поэтому мы решили отправиться в управляющую компанию. Однако, увидев съемочную группу, ее представители разбежались в разные стороны, говоря, что не имеют отношения к ООО ЖКХ. А вы прячетесь от нас в туалет? Нет, вы за мной в туалет пойдете. Ну вы можете нам подсказать, где... Я не знаю, где. Ну вы же находитесь за дверями ООО ЖКХ. Почему вы прячетесь от нас в туалет? Внешний вид помещения, в котором расположена управляющая компания, также оставляет желать лучшего. Она расположена в доме, за который также несет ответственность. И здесь жильцы оказались снова недовольны. Говорят, что на первом этаже батареи в доме холодные, а управляющая компания уже два года ничего не предпринимает. Говорят, это ТЭЦ виноват, но это них не вина, у них все нормально, все такое. Возвращаясь к дому номер 66, хочется сказать, что жильцы уже обращались в жилищную инспекцию, в префектуру, в прокуратуру. На днях собираются идти к депутату своего района. Они надеются, что кто-то наконец сможет им помочь. В свою управляющую компанию они не верят и очень хотят уйти в другую, но пока не смогли этого сделать. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».